Глава двенадцатая. Заключительная. Страшно! Эврика Тендерстрайк удивленно похлопала глазами на огромного змея, длинное тело которого несколькими огромными кольцами заполнило чуть ли не половину бункера. Сидящий вертикально пони отпила чая из небольшой кружки, что держала в копытах. На низком столе стояли еще галеты и джем, которыми питон почивал гостей. Потом пожала плечами и переспросила. Дать показания в суде? По сравнению с арестом мистера М пара пустяков. Она понизила голос. Я, несмотря на прикрытие, думала, что плута меня сожрет, выплюнет, надругается над моим трупом, а потом опять сожрет. Брррр! После этого мне уже ничего не страшно. Темный офис. Ночной город за окном. Мерцание голографического монитора. В кабинете стоит маленькая пони в полицейской форме и броня без шлема. А антропоморфный Микки Маус сидит за столом в удобном кресле. Мистер М, вы арестованы. Набравши смелости, говорит посетительница. Забавно, отвечает мышь. И я ждал с этим не тебя. Та, которую знает в том числе и под именем Эврика Тандерстрайк, не теряется. Ох, те, кого ты ждал, будут залезть сюда в первых рядах, корча жуткие рожи. Даже не сомневайся. Полагаю, юная кобылка, у вас и ордер найдется? Уточняет всемогущий мистер М, переходя на полуофициальный тон. Ну а как иначе-то? Удивляется пони. Стало бы я приходить к столь уважаемому синтету ради смеха. Хотя, постойте, стало бы. Но тут не тот случай. И все же, прежде чем Плута вами поужинает, я бы хотел услышать, в чем же меня обвиняют. Эврика безошибочно переводит взгляд на место, где темнота скрывает ксеноморфа. Ну вот. А я ему привела обед из четырех блюд. Полицейская кивнула в сторону коридора. Там в коридоре. И они очень хотят пообщаться с тобой. У них даже транслятор с твоего языка есть. Пуни снова поворачивается к Микки Мауса. А о чем это я? Ах да, обвинение. Она шутливо бьет себя по голове, после чего трогает браслетком, и в воздухе появляется ордер голограммы и список обвинений. Простите, великодушно, совсем забыла. Эм, слушайте, а давайте вы сами прочитаете, а? Нет, ну правда. Я же это буду двое суток читать. Мистер М, опираясь на стол, остается невозмутимым. Нет уж. И я хочу послушать. Чертовски интересно. Эврика корчит недовольную моську и оглядывается. Можно мне сесть? Не дожидаясь ответа, она плюхается в кресло и безошибочно смотрит в сторону плута. Привет, здоровяк. Там и про тебя есть? Голос Эврики звучит беззаботно, но внутренне ее все колотит. И неизвестно, знают ли об этом мистер М и плута. Как минимум догадываются. Ксеноморф, угрожающий шипит, и пони-полицей скакивает. Агась, ты мне тоже не нравишься, так и знай. Она вчитывается в строки, а затем поднимает взгляд на мистера М, будто в последней надежде, что президент синтезиса разрешит не читать все это вслух. Микки Маус молча смотрит, потом говорит. Плута, дорогой, если тебя не затруднит, сходи, пообщайся с полицейскими в коридоре. Ксеноморф выходит, шипом на хвосте, будто не взначай, задев ногу маленькой пони, которую от этого словно током пробирает. Судя по едва различимой в темноте ухмылке Мауса, это не ускользает от его внимания. Эврика выдавливает улыбку. Они думали завести кошку или золотую рыбку, или попугайчика. С ним можно пообщаться, когда грустно и одиноко. А тут, в потемках, наверное, очень грустно и очень одиноко. Сидеть целыми днями, подсчитывать доходы и убытки, полностью отказавшись от простых радостей. Наверное, даже времени на девушек не хватает. Мистер М молчит, смотря на понежку. Из коридора доносятся возня, шипения, характерный для разрядника треск и звук глухого удара. Потом в офис высовывается квадратная рожа мегадесантника в полной броне. «Мэм, хвоста-то воскрутили. Нужна помощь?» Эврика отрывает взгляд от списка и задумчиво смотрит на бывшего бойца глобальной армии с минуту, а потом отрицательно качает головой. «О, нет-нет, Гектор, мы тут с мистером М очень мило беседуем. Он такой любезный и чуткий собеседник, ты бы знал. Она поворачивается к Маусу. А у вас не будет чашечки чая? А то, боюсь, у меня в горле вскоре пересохнет все это читать. Ну, пожалуйста». При этом Пуни делает самую жалостливую мордочку из своего арсенала. Но мистер М только улыбается еще шире. «Чем раньше вы начнете, тем лучше, офицер». Он нажимает сенсор кома на столе. «Литл Пип, дорогая, занеси нам чайку с печеньем, будь добра. Если тебя пропустят шкафы у двери». «Иду, шеф!» Отзывается, немного искаженный динамиком голос. «Итак», — говорит тем ремнем Эврик и начинает читать список. Это и впрямь затягивается на несколько часов. Где-то в процессе входит Литл Пип с подносом, где стоит чайник, две чашки и вазочка с тем печеньем, которым мистер М почует гостей. Литл Пип при этом остается в кабинете, навострив ушки. Мистер М не возражает. А когда Эврик устала, утирает воображаемый пот, всемогущий владелец синтезиса комментирует. Поразительно. Обвинения идут ровно в том же порядке, что и папки на моем личном сервере. Что бы это могло значить? Литл Пип, ты сегодня можешь быть свободна. Похоже, у меня будут дела в полицейском управлении. «Шеф, я тоже еду», — подает голос единорожка. «Я свидетель». «Рад слышать», — говорит мистер М, но его верная секретарша добавляет. «Обвинение». «А как же паучья сеть?» — поинтересовался Питон, прерывая поток воспоминаний. Эврика глубоко вздохнула и сделала большой глоток чая, и только потом ответила. «Ненавижу террористов. И ведь самое паршивое, что люди сами дали им в руки оружие в прямом и переносном смысле. Потому их ряды день за днем растут». «У тебя есть свидетель?» — заметил Питон. «Ну да, есть, а что толку?» «Всех имен правящей верхушки не знает никто». «Это все равно будет ударом для них». Пони покачала головой. «Это не БРТО и не Синтезис, которые у всех на виду. Ну, повяжем мы того же Бэйна и еще пару главарей о толку. Остальные залягут на дно и очень быстро пополнят пароряхи в своих рядах. И все останутся при своих. Разве что террористы станут еще злее. «У тебя аспирина нет?» Питон кивнул, и вскоре на столе оказалась упаковка нужного лекарства. Эврика улыбнулась. «Спасибо, ты чудо!» Она ловко выдавила из блистера пару таблеток и закинула в рот, запив чаем, вопреки всевозможным инструкциям. Змей, хвост которого убрал лекарство на место, сказал «Тогда остается другой вариант». Думала об этом. «Не самый честный», — заметил змей. Эврика досадливо поморщилась. «Я все знаю. И также знаю, что поставлю под удар всех троих, если она согласится». «Она согласится». «В том-то и проблема. Иногда, чтобы спасти многих, нужно рискнуть несколькими». Пуни долго молчала, допивая чай. Питон терпеливо ждал. Он умел это делать, чем неоднократно повергал противника в полное смятение. Наконец Эврика Тундерстрайк решительно произнесла. «Я так не могу. Единственная жизнь, которой я могу рискнуть, моя собственная». Видя, что собеседник собрался что-то сказать, полицейская улыбнулась и добавила. «Я найду другой способ. Всегда находила». «Спасибо за чай, Иерусалим. Не болей». Карамель Цинь сделал еще один мазок и скосил взгляд на Кабулицу, что служила ему моделью в этот день. По мнению художника, золотые лучи светила заставляли шерстку игривой единорожки превращаться в настоящее живое пламя. А кьюти-марка в виде солнца и вовсе будто ожила. Когда Сансет Шиммер позвонила ему и представилась подругой Даймонд Тиары и Рейнбу Дэш, он не удивился. И как и Рейнбу до того, честно все рассказал. О своей работе, об участии Даймонд Тиары, только про ревность Дэш ничего говорить не стал. Но пригласил и Сансет посмотреть и, возможно, попозировать. «Ты всех кобылок приглашаешь побыть моделями?» спросила тогда единорожка с экрана кома. «Только самых красивых». Честно ответил Карамель, немало не кривя душой. Кто-нибудь сказал бы, что желтый жеребчик довольно ветреный и был бы прав. Корни этого росли из поведенческой программы, основанной, как это часто случалось, на устоявшихся канонах фандома. Но при этом он никогда не заходил слишком далеко и уж подавно не опускался до банального сердцеедства. Увидев портрет Даймонд Тиары, огненная пони, в отличие от Рейнбудыш, не удивилась и не смутилась. Только сказала, что суровая гладиатор, оказывается, может быть очень красивой, когда захочет. «Так я и сказал», заметил жеребец. «Нарисуешь мне так же?» спросила тогда Сансат, и жеребец не смог отказать, да и не хотел. Когда же единорожка разделась, она сама выбрала диванчик в студии, безошибочно углядев самый подходящий в это время дня. Пони настолько гармонично вписалась в поток солнечных лучей, что Карамель рисовал как одержимый, стараясь не упустить ни единой детали живого шедевра. Помимо чудесной феерии цветов, Сансат еще и приняла такую позу, как будто купалась в бьющих из окна солнечных лучах, и в отличие от той же Даймонд, не стеснялась своего тела. И тогда Карамель понял, что пропал, потому что оставаться равнодушным к этой красоте не было ни сил, ни желания. Но он сдержался, решив сначала закончить начатую работу, хотя бы для того, чтобы успеть запечатлеть на холсте это совершенство. Такого творческого подъема Карамель не испытывал уже давно, разве что с Даймонд Тиарой, когда работал лишь для того, чтобы прекрасная кобылица могла поверить в свою красоту. Кисть так и порхала в копыте, а на холсте медленно, но верно прорисовывался образ, ровно такой, каким художник хотел его запечатлеть. Сансет, можно задать тебе личный вопрос? Обратился к пони Карамель, не отрываясь от работы. Сейчас? Спросил от А в ответ, не меняя позы и только скосив в сторону художника чудесные глаза цвета морской волны. Именно сейчас. А почему именно? Карамель помедлил, прежде чем ответить. Ты предельно открыта во всех смыслах. Краем глаза он заметил, что ему, похоже, удалось смутить собеседницу. И от этого она стала еще прекраснее. Судя по тому, в каком виде она находилась, а также учитывая произнесенные слова, сейчас единорожка строила совсем неправильные предположения. — Давай свой вопрос. Наконец тихо, сказала она. — Ты, Санса Чиммер вторая? Пони вздрогнула. Карамель не знал, но легкая эйфория, которую она испытывала от тепла и чувства обнаженного тела, сейчас моментально испарилась, как будто от ведра холодной воды. — Откуда ты знаешь? — выдавила она. — Ей стоило большого труда остаться в прежней позе. Карамель не переставала рисовать, и еще не хватало испортить всю работу. Жеребец пояснил. — Я узнал твой взгляд. Видел по головизору. — А разве он не изменился? — удивил Сансет. — Когда я выступала перед массами, я верила в светлое будущее для всех, а потом бессильно наблюдала за их гибелью. Она не боялась, что придется пояснять произошедшее. Из-за СМИ катастрофа с мультопией стала новостью номер один как минимум на неделю. Карамель грустно улыбнулся уголками губ и тихо произнес. — Нет, не изменился. По-прежнему прекрасен. Подумай только, как тесен мир. — Почему тесен? — Я... Ты мне так нравился еще тогда. Своей стремленностью, искренним желанием помочь и красотой тоже. Единорожка вздохнула. Ничего не осталось от той Сансет. Карамель услышал, как ее голос немного дрогнул. Очевидный разговор пробудил страшную память, в которой была лишь погибель в уродливом грибовидном облаке ядерного взрыва. — Прости, — сказал жеребец, — я не хотел. — Ты тут ни при чем, — вздохнула огненная пони. Мы еще даже не были знакомы. — Я собирался переехать в мультопию, признался Карамель, чтобы быть ближе к тебе. Переживал, что вы с Рейнбо были там, когда все произошло, или что ты и Рейнбо можете быть вместе. Сансет улыбнулась уголками рта. Это было всеобщим мнением и стереотипом относительно всех кобылок пони, а Рейнбо даже вдвойне. Но их любовь всегда была любовью сестер и никогда любовницей. Они слишком много пережили вместе задолго до того, как синтеты получили свободу, и как-то не думали о собственных чувствах очень долго, а потом стало вообще не до того. Карамель продолжал работу. Подумал было, не нарисовать ли счастливой кобылицы на картине дорожки слез, но отбросил эту мысль. Слезу счастья сделали бы картину слишком пафосной, а слезами грусти портить настроение не хотелось. Почти готово, сказал тем временем художник. Останешься на чай? Гобы Сансет Шиммер тронула легкая улыбка, хотя душа была в некотором смятении. Карамель показал себя интересным собеседником, да и портрет увидеть очень хотелось, а еще оказывается давний поклонник. Сансет уже приходилось принимать от последователей комплименты и даже восторженные признания в любви, и не только от пони, а вообще от разных синтетов. «Если я останусь на чай, сказал единорожка вслух, то не успею я домой до комендантского часа. А у тебя там какие-то срочные дела?» ненавязчивым голосом спросил Карамель и сделал несколько смелых мазков по полотну. «А тебя недавно была Даймонд, потом Рейнбо, а теперь я. Не чести со свиданиями». «Даймонд и Рейнбо вместе», уверенно сказал Карамель, хотя по мнению Сансет не мог об этом знать. «А рисовать обнаженных кобылок и девушек моя работа. И всех я пою чаем, если они не против. В общем, похоже на свидание». «И всем предлагаешь остаться на ночь?» Сансет снова скосила глаза на собеседника. «Не всем», признался жеребец. «Но ты в любом случае не все». Сансет не ответила. Она думала сейчас о том, что у нее практически не было романтических отношений. Из самого пони-плея не было жеребца, хотя тот опыт стал отнюдь не самым приятным. Очень мягко говоря. Но сейчас, когда мысли пошли в эту сторону, отказываться от вечернего чая не очень хотелось. В конце концов, не подвинет же он ее зовет, а на маньяка извращенца не похож. Благо, отзывы на сайте были самыми положительными. В определенных кругах Кармель Цинь даже снискал славу известного художника-традиционалиста. И то, что жанр переживал некоторый спад, ничего не значило. А как же то, что художник не должен заводить отношения с моделью? спросил единорожка вслух. Как правило, сказал Карамель, к тому же я ни на чем не настаиваю. Но если не предприму попытку сейчас, когда судьба привела тебя на мой порог, никогда себя не прощу. Как-то это немного неожиданно, заметил Сансет. Но голос прозвучал так неуверенно, что оба поняли. Ответ уже не имеет значения. Когда Даймонд Тиара вернулась домой, то сначала подумала, что ошиблась адресом. Квартира прямо-таки сияла от чистоты, все вещи были аккуратно расставлены и даже пыль кто-то тщательно протер. Впрочем, виновницу вычислить было несложно. Эврика ушла на суточное дежурство, а Сансет вечером связалась по кому и сказала, что ночевать не придет. При этом заговорчески подмигнула мерзавка. Думала, небось, Даймонд не заметит за ее спиной легко узнаваемый зал-студию карамеля Циня. Ну и пусть развлекаются, подумала Тиара, вешая на крючок куртку. Немного смущал запах, витающий в воздухе, как будто что-то пригорело. Когда же Даймонд вошла в большую комнату, то увидела Рейнбудэш, которая как раз заканчивала колдовать над цветастым тортиком. На столе стояли еще вазочки с какими-то вкусностями, чай, бутылка по форме напоминающая винную. Свеч нет, предупредила Пегаска, не оборачиваясь, а ты мне чуть сюрприз не испортила. А надо? В тонны отозвалась Тиара и неожиданно для себя улыбнулась, что спалила вурдалачка. Машинально она отметила, что Дэш не успела переодеться, так и ходит в своей домашней длинной футболке. Впрочем, ради романтического ужина Даймонд и не подумала бы надеть что-то отличающееся от повседневной одежды, из принципа. Радожная Пегаска не стала отпираться. Маффины и пиццу. Пришлось заказать готовую еды через срочную доставку, а пока везут отмывать духовку. Прости. Из меня фиговый, кулинар. Пустое, сказал Даймонд Тиара, оглядев стол, ты отлично справилась. Ей безумно хотелось съязвить. И так бы случилось, если бы не одно но. На ушах Пегаски висели те дурацкие дешевые серги-клипсы, из-за которых Тиара на несколько лет утонула во тьме. Даймонд знала от Сансет, что Рейнбу Дэш хранила эти дешевые украшения как память о той, в смерти которой две пони винили себя все эти годы. И то, что Дэш помнит о таких мелочах, тронула розовую земнопони до самой глубины души. Они еще поболтали о том и о сем, пока пили чай. Но когда дело дошло до вина из бутылки, истории стали откровеннее, а обычный диалог сменился беззлобными подковырками. Вскоре пони уже валялись на подушках в обнимку, шутливо боролись и смеялись. Не слишком активно, обе хорошо поели, а Даймонд осторожничала, стараясь, чтобы инстинктивно не скрутить пегаску в болевой захват. Вскоре настало время для поцелуя. Тиара, попросту подавшись на отчаянные попытки Рейнбу повалить ее, оказалась снизу. Рубинового цвета глаза встретились с голубыми, а в следующий миг пони уже целовались. На что? Дорвалась наконец! С усмешкой спросила Тиара, когда губы кобылиц разомкнулись. Рейнбу выглядела крайне довольной, когда сидела на подруге верхов. Распрямившись, она стянула через голову футболку, немного запутавшись из-за крылатого стояка, и сказала, а я думала, что ты ни за что не позволишь мне быть сверху. Даймонд, которая могла за секунду поменяться с Дэш местами, а саму пегаску поставить в любую понравившуюся позу, сказала с улыбкой, ночь только начинается. Конец.